Сегодня память святого Сергия Радонежского празднует обитель, носящий его имя и расположенная около Черногорского города Бар. Обитель в честь игумена земли русской, как отмечал при освящении закладного камня митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, призвана объединять православных от Владивостока до Румии, святой горы для православных черногорцев. Подробности в сюжете Восточноевропейского бюро нашего телеканала. В южной части Черногории раскинулся древний город Бар. Возвышается над городом Святая гора Румия, где в 2005-м, спустя 4,5 столетия, был возрожден знаменитый в Черногории свято-троицкий храм. А пять лет назад у подножья Румии был основан монастырь в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Это монастырь в сербской православной церкви, но населяют его русские сестры во главе с матушкой Феодорой. Связь с православной Руссией здесь можно увидеть и в присутствии мощей целого сумма русских святых. Есть связь и строится с Сергиевой лаврой. Вот сейчас буквально на Святую Троицу нам привезли клад такой из Сергиевого посада. Он находился на мощах Сергия Радонежского под Ивангерием. И еще очень известный камень нам привезли в подарок. Это криета под древние келья Сергия Радонежского, находящийся под храмом в Троицке. Сейчас и камень вот из этой кельи, там где было явление на Божьей Матери. Тому, что монастырь в Черногории носит имя преподобного Сергия, сами черногорцы не удивляются. Русские святые преподобные Серафимы Сергии почитаются здесь почти наравне со святыми сербской церкви, что отражает духовную близость наших народов. И по благословению митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, обитель по Троицким храмам на Румии была посвящена именно преподобному Сергию Радонежскому. И владыка говорит, что вот как он объединял земли русские, точно так же он будет объединять здесь православные души от Владивостока до Румии. Дело Божие совершается руками человеческими. В том, что на Горном Лугу возникла обитель, заслуга преимущественно двух людей. Черногорца Велимира Драговича, который был также инициатором возрождения Троицкого храма на Румии, и русского мецената Виталия Иванчикова. Велимир или Мила облюбовал это место давно, выкупил эту землю и первоначально хотел поставить здесь домик для паломников, которым нужен отдых после восхождения на Румию. Однажды сюда в сопровождении Велимира приехал митрополит Амфилохий. Тогда владыка сказал, что это не Велимир насмотрел эту землю, а через него Божьи очи. И обратился к владыке. Если это так, благословите ваше высокопресвященство, построить здесь церквушку. Велимир хотел построить храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Русский святой является небесным покровителем сербского рода Васоевичей, который населяет север Черногории. Но митрополит Амфилохий настоял на возведении храма, а затем у монастыря в честь преподобного Сергия, поскольку в честь Александра Невского уже освящена крипта в главном храме Бара. Большое значение имеет этот монастырь для сербского и русского народов, нашего союза и братской любви. О том, как дорожат обители и черногорцы, говорит тот факт, что два года назад во время пожара круглосуточную оборону, кроме профессиональных пожарных, держали и добровольцы, созванные Велимиром. Седьмой день, когда мы были уже на износе, уже не могли работать, спасать. Думаю, только монастырскими молитвами пошел дождь. Пошел дождь, и он почти все погасил. Господь Бог нам помог, святой Сергий Радонежский. Его молитвы спасли этот лес и монастырь. Строительство монастыря в честь преподобного Сергия Радонежского у подножья Румии продолжается. А значит, все желающие могут стать сопричастными к делу строительства молитвенного центра, центра русско-черногорской, а в общем контексте русско-сербской дружбы. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз» при поддержке компании «Шоте М-Плюс» бар Черногория.